Я помню, я несколько месяцев назад подснимала кусочки, как мы выбираем, как мы мешаемся, и сегодня 23 января мы будем сушить. Сегодня, не знаю, я буду, но я даже не знаю, насколько это все получится. Я сегодня после реплика, очень рад, что я уходлю. Я надеюсь, что это будет лучше на одной норме. Я думаю, что это состояние будет сохранять, сохранить все деньги, и я думаю, что я думаю, что это самое прекрасное вокруг, и я думаю, что это, что мы видим вокруг, и я смотрю наше образование, как в людях, так и в мире. Ну, как вы знаете, там довольно-таки грязь, 6-6 месяцев и записать с 10 утра, я немножко подоживаю, но, знаете, чувствую себя внутренне, стабильнее, спокойнее, что-то из оживечек. Я надеюсь, что будет прекрасно, у меня все радости, что-то будем собираться, просто тотал, потому что в ней ничего не собирались с этими дни, и сегодня уже вечером новый тайн. Просто я вчера, мне говорят, что мы уже через сутки идем в дороге, и это так, просто невероятные такие ощущения перед поездкой. Я помню, когда я уже настолько привыкла к самолетам, поездкам, каким-то, что-то у меня, это уже, знаете, как сесть на такси и поездки. Вот, а сейчас это все такое новое, потому что сегодня раз я летала в уни, в поход, и реально все. То есть, окажется, я буду с новой, я не буду его бросать, я не буду никуда уезжать. Ну, и в принципе, как-то не хотелось, хотя, мне кажется, вот такие выезды мне очень нужны, потому что они мне наполняют. Ну, я не знаю, чтобы я осталась в городе, сколько у меня бы вот это все подержало, потому что, мне кажется, что я просто переночевала в городе, и мне уже все, у меня уже немножко состояние раскатывается, но я стараюсь держать, хотя я не умер, все это такое дело. Вот, стараюсь просто радоваться. Мы закончили, я пришла в 10-10, чуть-чуть поздала на 10 минуточек, ну, то есть 10-10 я пришла, сейчас, а без 10-ти час, и все, мы записали, и очень много всего быстро получалось. Всем привет. Я не мыла, что 50 лет, мне нужно будет пойти. Не знаю, что мы там берем, не берем. Нужно собираться, нам выезжать через часа 3 где-то. Мне просто страшно. Вова еще собрался давно, и ему абсолютно похрен, он абсолютно спокоен, в отличие от меня, потому что я вообще, ну, вроде уже подвыпокаиваюсь, но все равно что-то вообще мандражит. И то вот чувство, когда перед вылетом за часы ты просто ничего не можешь делать. Ну, когда для тебя вылет, это что-то такое невероятное, потому что реально я вот каждый месяц летала, и уже типа, ну, аэропорт, аэропорт, типа как на такси сесть. Ты просто такой сидишь, и ты ничего не можешь делать, тебя вот так вот колбасит во все стороны. Ты уже ждешь, с одной стороны, когда это произойдет, чтобы уже наконец-то тебя отпустило. С другой стороны не верится. Потихоньку собираюсь я, а это все вова собрал. Когда мы ушли столько месяцев, меня друг отречет у меня просто. В общем-то, ребят, оказывается, мы прошли всю вот эту регистрацию таможню, все вот это вот в легкости и радости, просто прекрасно, но и лучшим образом. Написать маме, сиди в аэропорту, ня-ня-ня. Ну, в общем-то, все хорошо, людей не очень много тут, и все летят на наш рейс. Ну, так вот. Я очень волновалась, честно говоря, мы просто целый день руки из ног выходили, все просто. Скоро будем на месте. Единственное, я как бы первый раз лету за границу сама, и последний раз я была в 19-м году, и как бы я еще была мелкая, она рассматривала мой паспорт, потому что мне там сколько лет вообще? 10 где-то, ну, около 9, наверное, даже и лет, и она такая рассматривала, так вот просто, типа, я-не-я на паспорт, ну, вот и понятно, у него новый. Вот еще мне заставили расписаться на росписи, потому что тоже дети не расписываются, я, в общем, с детским этим паспортом. Ну, так все хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Мы уже сходили покупаться, посмотрим, что есть, пока что мы не особо понимаем, как мы можем платить, потому что у нас, соответственно, нет рупий, у нас есть рублей, доллары и евро. Вот. Ну, наверное, все равно придется, как бы, терять комиссию в любом случае. Вот. Чего, сидим, пока ждем заселения. Потом я переоделась на море и хожу без трусиков, в общем-то, сейчас. А вот, придем от шортики. Давайте покажу наш рум-тур. Честно говоря, я очень много раз ездила за границу, отдыхаюсь в такой европейским стандартам и максимум, точнее, минимум, был трехзвездочный отель. Мы сейчас заселились в двухзвездочный, в среднем мы селились в пятизвездочный отель. За такие деньги, большие, я никогда не отдыхала в таком номере, но в этом есть что-то свое, да, никаких условий, ужасно твердые матрасы, но, в принципе... Ну, экзотика. Ну, вот такой шкаф, тут нам выдали мыло, туалетка вот такая маленькая. Ну, тут как бы, я не знаю, это просто без комментов, тут только холодная вода, такое вот зеркало, ну, вообще какой-то совок, я не знаю. Советский Союз, короче, тут у них смывается необычно вот так, есть душолет, вот, получается. Ну, и, в принципе, это выглядит как-то так. Потом здесь у нас главная комната, очень твердые матрасы, это все очень твердые, тут просто, ну, вот, ужасный холодильник, просто в отвратительном состоянии. Ну, как-то так вот все вот пошоркано, такой вот прайсик могу вам показать на еду в отеле, мы еще тут не кушали, мы вообще ничего не ели. Я, как понимаю, нам бесплатную водичку дали, и тут еще имеется балкон, то есть мы заходим с первого этажа, то есть у нас тут имеется задний дворик. Какая милота! А еще милота в том, что у нас розетки, ну, как бы вилки для зарядок не подходят к их азиатским, поэтому... О-е-е-моё! Hello! И тут выход на бассейн, ну, хотя бы ключи есть. Вот так вот уходишь, тут очень-очень тепло. И нам так и не принесли никакой переходник, ну, вот, ну, вот видите, состояние. Номер где-то вышел, мне думаю, две-три тысячи примерно, как я видела. Хотя, может быть, больше, но... Во, все, откладывает наш поход на сансет. Но я хочу ее все заряженным, несмотря на то, что я тоже сегодня нормально не спала. К нам еще заползла ящерица, я не знаю, где сейчас она, она, скорее всего, где-то тут прячется, она вот туда вот уползла, в кондер. И это немножечко криповенько. Еще, блин, вот, несмотря на то, что у нас такое простое жилье, и оно такое пошарпанное, меня оно абсолютно устраивает. У нас есть выход на балкон, у нас есть выход на другую сторону. И тут так комфортно и так атмосферно. И мы сегодня, в общем, попробовали случайно индийскую еду. Что-то мы ничего не нашли такого европейского. Я думаю, господи, как они это едят, это же такой кошмар. Это действительно так, но потом я подумала, в океане, это кайфово, в легкой одежде у меня тут нету ничего, что мне сковываются, шарфы и перчатки. И ты понимаешь, что ты уже любишь индию, хотя в первое половине дня... Я думала, реально нам никогда не понять индусов. Ну, может быть, мы поймем, к концу нашего заселения вот тут.